Добрый день всем! Я очень рад здесь находиться. Я в этой аудитории прослушал очень много лекций и, кажется, впервые в жизни лекцию читаю с этого места, с этой кафедры. Огромное спасибо Анатолий Васильевичу за то, что он меня позвал. Меня зовут Илья Шуров, Илья Валерьевич, как вам больше нравится. Я доцент из Школы экономики. И сегодня я хочу рассказать вам... Честно говоря, я традиционно забыл, как называется моя лекция. Ну, точнее, как она называлась в анонсе. Но я помню, что там шла речь про хаос и под хаос Мейбер. Сразу скажу, что ее изложение будет основываться на изложении в книге Илья Сергеевича Илья Шенка и Ли. Книга называется «Невокальная идентификация». Это, вообще говоря, достаточно такая вполне серьезная книжка. То есть, вполне научного характера. Но конкретно тот раздел, про который я сейчас вам буду рассказывать, он совершенно доступен. И он так и называется «Подковый смейл для старшеклассников». И я в целом буду следовать изложения в этой книжке. Поэтому, если вы потом вдруг захотите в чем-то дополнительно разобраться, узнать больше подробностей, понять что-нибудь еще, то вы можете к этой книге обратиться и там все почитать. Ну, конечно, лучше сначала лекцию послушать, а потом читать. Хорошо, давайте начнем. Моя лекция будет посвящена разделу математики, которая называется «Динамические системы», «Теория динамических систем». Для начала я расскажу вообще, о чем здесь идет речь, что это за наука такая. «Теория динамических систем» рассматривает поведение объектов, которые меняются с течением времени, поведение систем, которые как-то эволюционируются с течением времени. Это могут быть какие-то механические системы, например, колеблющиеся майки, то, что исследуют механики. Это могут быть какие-то совершенно абстрактные математические динамические системы. Мы будем рассматривать динамические системы, которые задаются некими отображениями. Что это значит? А у нас есть какое-нибудь множество. Я его так абстрактно рисую в виде какого-то непонятного облачка. А в этом множестве есть какая-то точка, x0, и мы знаем, что эта точка x0 будет двигаться. Причем двигаться она будет, не так, что она будет непрерывно двигаться, она будет двигаться как бы скачками. У нас, допустим, мы знаем, что в начальном момент времени эта точка находилась здесь, а в следующий момент времени, в следующем периоде, в горе через день, она оказалась где-то в другом месте. Перескочила куда-то сюда, а оказалась где-то в другом месте. Получилась точка x1. Дальше мы подождали еще, скажем, один день, и эта точка переместилась куда-нибудь еще. Получилась точка x2. И так далее. С математической точки зрения нам важно следующее. Во-первых, нам важно, что если мы знаем, где мы находились в какой-то момент времени, то мы также знаем, где будем находиться в будущем. Это свойство называется детерминированность. Мы требуем, чтобы тот закон, по которому мы вычисляем новое положение точки, зная ее предыдущее положение, он сам в себе не менялся со временем. Это означает, что точка, движение точки подчиняется некоторому, что оно задается действием некоторого отображения. То же самое, что функция. Когда мы говорим функция, мы обычно подразумеваем какую-то функцию числовую. Слово отображения носит чуть-чуть более общий характер. Это какое-то правило, которое позволяет нам поставить соответствие, ну, в данном случае, поставить соответствие точки x0, точку x1. Давайте я какие-нибудь примеры приведу. Давайте считать, что наше множество, если это было множество и небольшое, оно было совсем абстрактным, давайте для начала считать, что множество x большое – это просто множество веществ этих чисел. Давайте посмотрим на какое-нибудь отображение. Например, такое отображение. f от x равняется x плюс 1. Что это значит? Это значит, что у нас, в нашем фазовом пространстве, фазовое пространство – это вот это самое множество x. В нашем случае фазовое пространство, в нашем фазовом пространстве является просто прямая всех чисел, обычная числовая прямая, которая проходит в школе. И наша динамическая система устраивана так. Мы берем какую-нибудь точку, мы, например, взяли точку, скажем, 0. И когда мы подействовали на эту точку под отображением f, ей просто прибавилось единичное. То есть была точка 0, перескочила, оказалась теперь точка 1. Теперь мы можем снова взять точку теперь уже 1, на нее подействовать снова в нашем отображении, получить точку 2. И вот так вот у нас эта точка будет перескакивать за каждую единицу времени, будет сдвигаться на одну единицу вправо. Мы могли бы взять какую-нибудь другую точку в качестве стартовой, например, точку 1 внаружи, и подействовать на нее в нашем отображении. Значит, 1 вторая перешла бы в точку, которая называется 3 вторых, точка 3 вторых перешла бы в точку, которая называется 5 вторых и так далее. Так можно сказать, что наше отображение f действует на точках прямой, сдвигая их вправо. Скажите, есть ли какая-нибудь точка, которая оставится неподвижной? Очевидно, что нет. По крайней мере, на прямой, на вещественной прямой, если мы не рассматриваем там хоть бесконечность, что именно такое, на обычной такой честной вещественной прямой, под действием такого отображения никакая точка не оставится неподвижной. Давайте посмотрим другой пример. x, значит, то же самое фазовое постанство, вещественная прямая, и f от x, уже другое отображение, 2. Что происходит в этом случае? Давайте возьмем какую-нибудь точку, например, точку 2, и посмотрим, что будет с ней происходить. Что будет происходить с точки 2 под действием нашего отображения? Сначала она перейдет в точку 1, развеется пополам. Потом точка 1 перейдет в точку 1, 2. Точка 1, 2 перейдет в точку 1, 4. Ну, дальше мне уже трудно рисовать на доске, так что в этом можно было и забрать, но понятно, что дальше будет происходить. У нас наша точка в каждом момент времени будет постепенно приближаться к нулю, но достигнет она когда-нибудь нуля? Нет. Не достигнет. Аналогично с точкой, например, в минус 2, она будет приближаться к тому же самому нулю, то есть с другой стороны. Вот так. А что будет происходить с нулем? Ничего не будет происходить, в том смысле, что он будет оставаться на том же самом месте. Вот два примера динамических систем. Напрямую. Мне нужно ввести несколько дополнительных обозначений. Во-первых, мы будем писать сейчас такую вещь. f в степени n, от x. Значит, вот здесь вот это n сверху, это не та степень, которую в школе изучают, не алгебраическая степень. А это означает, что мы n раз применяем отображение f к точке x. То есть, иными словами, это означает, что мы сделали такую вещь. Мы посчитали f от x, подставили результат в качестве аргумента основной функции f, посчитали значение и так далее. и так мы сделали n раз. то есть, n последовательных применения функции f называется n-той композиционной степенью f или n-той итерацией f. И еще одно обозначение мне нужно ввести. Смотрите, значит, вот, допустим, у нас есть функция f от x, она сбегает точек вправо. Допустим, что я хочу теперь рассмотреть обратное отображение, то есть отображение, которое точку вернет на место. Ее функция f куда-то сдвинула, а обратное отображение, наоборот, вернет ее на место. Считается, обратно обозначается f в минус первой. Опять же, вот эта минус единичка, это не значит, что нужно единицу разделить на f, а это значит, что нужно просто взять обратное, обратное место, обратное отображение. f в минус первой, обратное отображение. Давайте посмотрим, если f от x равняется x плюс 1, то что такое f в минус первой от x? x минус 1. Да, то есть если наше отображение сдвигает точку вправо на единицу, то обратное отображение, наоборот, будет сдвигаться в ту же точку влевую единицу. Если мы подействуем сначала отображением f, а потом отображением f в минус первой, то точка останется на месте. Значит, f в минус первой от x, это есть x минус 1. Давайте я это напишу. Значит, что если мы подействуем сначала отображением f, а потом отображением f в минус первой, то мы будем находиться там же, как будто мы ничего не меняем, ничего никуда не видим. Давайте посмотрим еще на какие-нибудь... Значит, на этом примере посмотрим на другие понятия. Что такое f в квадратах? Для отображения f от x равняется x плюс 1. Что такое? f в квадрате, но в квадрате, опять же, не влагебраическом, а в таком, как мы там договорились, композиционном. А нам нужно, значит, когда я пишу f в квадратах, то есть это означает, что я хочу подействовать дважды отображением f на точку x. То есть это значит, что я хочу написать f от f от x. То есть это означает, что я хочу написать... Что такое f от f от x? Это значит, что я хочу взять f от x плюс 1. Что это такое? x плюс 2. Понятно. Если я два раза подействую отображением x плюс 1 на некоторую точку, то это означает, что она сдвинется на две позиции вправо. То есть это то же самое, что подействовать на нее один раз отображением x плюс 2. Я сейчас рассказываю совсем элементарные вещи. они, может быть, вам навыть с точки зрения терминологии. Может быть, вы совсем не привыкли к тому, чтобы здесь ставить минус 1, например. Но с точки зрения содержательной это все очень просто. Давайте еще проверим, что понятно, что происходит. Что такое для этого примера, вот для этого f? Что такое f в квадрате? x разделяется 4. x разделяется 4. Да, если мы дважды поделим x на 2, знаете, все равно что, знаете, как вы берете калькулятор, на калькуляторе вводите какое число, говорите делить на 2. Он вам выдает ответ. Потом вы говорите снова делить на 2. Он вам выдает уже тому число, которое было на калькуляторе в прошлой раз. Он применяет еще раз то же самое операцию. Вот это не значит, что вы сделали так же саму определение 4. Тогда более сложный вопрос. Что такое f в минус 1? 2x. 2x. Хорошо. А что такое f в минус 2? 4x. 4x, да. Потому что написать здесь минус 2, это все равно, что написать минус 1 и еще это все возвести в квадрат. Так сказать, эти операции работают похожим образом на степени. Не степени, но работают похожим образом. Поэтому f в минус 2 от x, это значит, что мы дважды применяем обратное отображение. То есть получается 4x. Согласны? Хорошо. Смотрите. Теорий динамических систем рассматривают вот такого типа объектов. Мы берем, у нас есть какое-то множество. Мы берем эту множественную точку. Берем некое отображение. И последовательно применяем это отображение к нашей точке. Получаем таким образом такую последовательную итерацию. Она еще называется орбитой точки. Вот этой точке, стартовой точки, под действием нашего отображения. И дальше теория динамических систем задается разнообразными вопросами о том, что можно сказать про орбиту точек. Вопросы могут быть самыми разными, но чаще всего нас интересует следующее. Что будет происходить с точками, когда мы будем действовать на них нашим отображением достаточно долго? То есть, когда вот это N будет достаточно большим. Это такой ключевой вопрос теорий динамических систем. Давайте, может быть, еще одно отображение вам покажу. Значит, третий пример. Это у меня был первый пример, и это был второй пример, и третий пример. Третий пример такой. А пусть теперь множество X – это окружность. Но для определенности окружность разноустадит. Мое отображение устроено так. Оно берет любую точку и поворачивает эту точку на угол в 120 градусах. Значит, взять любую точку окружности и прибавить к ней, повернуть ее на 120 градусов, ну, вот в направлении стрелы. Давайте посмотрим. Если вот это была какая-то точка X0, вот эта точка называется X1. Что можно сказать про точку X2? Где будет находиться точка X2? Значит, она будет получена применением еще одной итерации, еще одного поворота сюда, она будет находиться где-то вот здесь. X2. А что можно сказать про точку X3? Совпадает с X0, да, правильно. Потому что как раз 120 градусов – это 360-е делить на 3. И это означает, что у нас будет здесь шписан такой вот треугольный, например, равносторонний. Значит, точка X3 будет совпадать с точкой X0. А точка X4 будет совпадать с точкой X1 и так далее. Там, где точки будут здесь крутиться. Про какую орбиту говорят, что она периодическая. Периодическая орбита – это вот такая вот орбита, которая так зацикливается. Это один из таких, это одно из таких интересных для осуществления динамических систем свойств. Паша? Это основные объекты, которые изучают теорию динамических систем. Продолжение следует... Продолжение следует...